так эфир идет коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой сегодня сегодня попробую через зум вести трансляцию а то у нас как-то через вк звонки все время срывалась трансляция с телефона трансляция шла вроде бы неплохо но там залетали залетали всякие пассажиры которых нельзя было убрать убрать из эфира видимо какая-то вот особенность именно телефонного телефонной трансляции попробуем так хорошо видите ли вы меня слышите ли вы меня если смотрите в прямом эфире то напишите пожалуйста в чате что вы меня видите и слышите я себе открою себе так здесь все есть хорошо друзья давайте для разминки сегодня будет сложное занятие она будет сложно не в том смысле что сложное по теме а будет достаточно трудно трудно выполнимое занять задание и бог более того я мой опыт показывает что сегодняшние вот то задание которое я вам сегодня дам домашка она самая трудная за все время тренинга и очень часто именно вот с этим заданием большинство людей справляются труднее всего но давайте для разминки чтоб нам как бы мозг запустить вот у нас с вами было был вопрос хороший на самом деле он немножко в сторону мы с вами я вам говорил что мы с вами здесь будем работать только над самодисциплины только над повышением продуктивности мы не будем говорить о каких-то специальных вещах связанных с структурой сюжетом сценами конфликты это отдельная большая тема от этим всем мы занимаемся в мастерской и это тоже все мы на самотек не пускаем до для того для того чтобы мы понимали как это работает для этого тоже существует там вполне конкретные методологии просто не все эти методологии знают и умеют пользоваться но вот был хороший вопрос он мне действительно очень нравится да потому что нужно понимать как что работает как работает то или иное произведение и что в нем является работающим веществом и очень часто бывает кажется что мы смотрим тот или иной сериал потому-то по такой-то такой-то причине а на самом деле мы смотрим его совсем по другой причине и вот значит скандинавские сериалы был вопрос вот почему почему мы любим скандинавский телесериал ну для тех кто любит не все далеко любят но для тех кто любит почему мы любим скандинавский телесериал и я вернул вопрос да Я сказал, вот давайте вы, вам вопрос, подумайте и ответьте, почему именно вы их любите. Давайте так, я вам, я сначала прочитаю ответ. Алена Мироненко задала вопрос, получила от меня задание, написала ответ спустя несколько дней. Он хороший, прям как бы не на отъебись, а хорошо, полноценно сделанный. И у меня вопрос к вам, к тем, кто любит скандинавские телесериалы, подумайте тоже и дайте вашу версию, почему вы, если вы любите эти сериалы, почему это происходит. И потом я дам свою какую-то. Частично моя версия совпадает с тем, что Алена написала. Итак, вот Алена Мироненко. Потому что наши сериалы это реальность, рукой подать. Например, Хрустальный, который я очень люблю, описывает жизнь в маленьком шахтерском городке. Примерно таком, как мой город детства, где пусть и до меня, но орудовал Чикатило. Я росла с мыслью, что за любым углом может притаиться маньяк. Вроде бы и смешно, но не очень. Кстати, тоже детское воспоминание. Тоже у нас там бегали сбежавшие из тюрем всякие товарищи. А скандинавский сериал это история о далекой стране. Там много снега, все сумрачное, все по-другому, все белым-белой. Ритм повествования в скандинавских сериалах какой-то неторопливый. И они, расследуя очередное убийство, как-то уютно пьют кофе. Это как один из привычных столпов расслабления. Автоматом умиротворяет. Это как девиз на моей кружке. But coffee first. После кружки кофе можно решать все задачи и справиться со всеми проблемами. А еще в скандинавских сериалах герои не глянцевые, поэтому не плоские, а какие-то все человечные. Даже Сага Нурен. Особенно Сага Нурен. Вот сейчас об этом поговорим. И получается, что в скандинавских сериалах, помимо самого расследования, показывают этих настоящих людей, их настоящие житейские проблемы. Тоже обращаю на это внимание. Настоящих людей, настоящие житейские проблемы. Обращаю на это внимание. У меня здесь другая версия. То есть, есть расследование, есть обычная жизнь. Она идет своим чередом и всегда будет идти. От этого тоже становится как-то спокойнее на душе. А еще, мне кажется, срабатывает то, что скандинавы в целом спокойные и играют спокойнее, чем, например, в наших фильмах. Но если выбирать что-то из перечисленного, по значимости выигрывает кофе. Вот пять с плюсом. Все прекрасный ответ. Вопрос. Ваша версия. А где комменты? Вы вообще слушали, что я сейчас говорил? Вы любите скандинавские сериалы? Если любите, за что? Их любите. Так, Глеб. Игра актеров позволяет донести тему сериала и показать, что может быть скрыто внутри любого человека. Еще. Так. Я не люблю, поэтому молчу. Хорошо. Не смотрел. Но вы же профессионалы, ребят. Вы же писатели. Люблю эти сериалы за кажущуюся неспешность, легкость. В то же время наблюдаешь развитие сюжета. Герои кажутся своими парнями. Да, попить кофейку между делом. Не люблю за затянутые сцены, перепад эмоций. Давно не смотрела. Нравилась неспешность. Только один смотрела, не похож на американский или наш, темный, со своеобразным юмором. Не смотрела. Что посмотрели? Ну, начните с убийства. Ну, и «Мост» тоже хороший сериал. Убийство, «Мост». «Правительство» хороший сериал. «Борген». Потому что действие развивается медленно и камерно. Уютная жизнь показана подробно. Одновременно эта уютная жизнь снаружи как бы сужена холодом, мраком и злом снаружи. Там ходит маньяк, там творится хаос, и от этого внутренний свет кажется ярче, как и уют дома возрастает, когда снаружи пурга. То есть и зло, и мрак ярче высвечивают уют и радость жизни. Кстати говоря, я еще очень люблю исландские сериалы. Их там немного, типа 2-3 сериала за это время было снято, таких хорошего международного уровня. Особенно «Охотники-жертва», «Лавовое поле» и «Скала». Вот эти три сериала. Это такая условная трилогия. Два последних сюжетом связаны, а с первым он настроением связан. Я делал интервью с сценаристом этого сериала. Имя не помню. Балдвинсон. Очень интересно, как бы чувак мыслит. Огромная квартира, полная книг, битком. И вот мы с ним разговаривали о том, как он работал над этим сериалом, как все это происходило. Тоже, если интересно, найдите, посмотрите. У нас он на канале есть. Так, затянутые немного знаю, нравится. В них какой-то естественный объем. Лучше там, где нас нет. Вы абсолютно правы. Люблю за атмосферу. Нет ощущения безнадеги. Сцены нравятся. Сага очень впечатлила. Не смотрю, но интересно слушать. Люблю скандинавские сериалы «Замрачность». Все серьезные, сдержанные, а внутри вулкан страстей. История скандинавов ближе нам по мифологии, как и кастинг. И с этим я соглашусь. Это близко по содержанию, по настроению, но другое. Много молча ходят. Не смотрела. Начала смотреть «Мост». Сумрачно, скучно, холодно. Не смотрю телевизоры и сериалы. Ну, ребят, как вы заниматься старителлингом в 2023 году и не смотреть сериалы, это все равно, что заниматься старителлингом, рассказыванием историй в 19 веке. И говорить, я романов не читаю. Толстой? Понятия не имею. Бальзак? Не знаю, кто это. Сегодня главные истории рассказываются в сериалах. Поэтому, значит, смотрите. Да, я со всем этим согласен. Давайте мы резюмируем. Выберем главное, выберем основное, что здесь есть и что здесь работает. Первое – это отсутствие базовой тоски. Да, то есть, вот случай со словом «пацана», там, в чем, как бы, почему он такой цепляющий? Да, потому что там сразу идет ретравматизация. Ты смотришь, и ты видишь историю про, там, там, «мать сошла с ума» в сериале, да. У меня мать пережила инсульт. Значит, и была там частично парализована какое-то время. Там, дочка, девочка сбежала, да. У меня тоже девчонка была, сестра, вот, примерно как раз такого возраста в то время. Вот. Я там тоже бегал ее из садика забирал. Вот. Все эти драки, да, то есть, это школа эта вся, да, отнимание денег, да. Вот это все абсолютно реалий той жизни, которую я там пережил в то время, да. И убитые эти же самые, да, это люди, которые там, которые мимо нас ходили, вокруг нас ходили, а потом их хоронили. Вот. И, естественно, да, вот это сразу же базовая тоска сразу всплывает, как только ты это видишь снова. Вот там базовой тоски этой нет, да. То есть, мы это к себе не применяем. У нас это не наша жизнь, это какая-то чужая жизнь. За чужой жизнью смотреть интересно, а самое главное – безопасно. Дальше. Реалии отличные от наших, экзотические меры, да. То есть, мы видим, хотя там он частично похож на нас, на наш, поэтому он узнаваем. Поэтому, например, если бы действие сериала происходило в Африке, да, где мы не понимаем отношений между людьми, да, не понимаем, как деревня устроена, не понимаем, какие иерархии существуют, да. То есть, здесь мы вроде бы базовые вещи какие-то понимаем. Ага, а это начальник, это жена, это любовница, это мама. А при этом все чуть-чуть другое, да. То есть, как у нас, но чуть-чуть другое, да. То есть, есть такое ощущение экзотики. При этом, что важно, этот мир очень уютный. То есть, в нем, если на улице метель, да, то нам обязательно показывают теплый офис или теплая квартира, где человек сидит, маленький свет, значит, горит, кружка кофе, естественно, да. И вот люди сидят, значит, в махматых этих самых свитерах с оленями, да, и греются об кружку чая. Это действительно создает ощущение такого уюта. И помните Шерлок Холмс и доктор Ватсон, да. Вот они побегали, поплавали по темзе, постреляли друг друга отравленными иглами, и потом возвращаются, садятся в кресло, сидят и попивают что-то спиртное какое-то, покуривают сигары или трубки, да, и уютно горит камин. То есть, вот этот уютно горящий камин и непременная сцена с обязательной музыкальной темой, повторяющейся, да, в конце каждой серии, они оказываются вновь у этого камина. И нам в этот уютный мир снова и снова хочется. И это важнейшая часть мифа, например, о Шерлоке Холмсе. Я был на Бейкерд-стрит. Понятно, что во времена Шерлока Холмса не было, в то время улица раньше кончалась, не было этого дома, и сейчас его построили. Там есть музей-квартира. И он прям, он очень классно сделан. Вот, если будете, то рекомендую, рекомендую посмотреть. Дальше. Вот вы говорите, что нам показывают отношения между людьми, да, нам показывают живых людей. На самом деле, это не очевидно, но нам показывают идеальные отношения между людьми. То есть, нам показывают отношения, какими они должны быть, не такими, какие они есть, а такие, какие они должны быть между любовниками, между родителями, между детьми, между коллегами. Да, то есть, и рядом параллельно нам показывают, какие они быть не должны. То есть, нам показывают, вот это хорошее отношение, это правильное отношение. А вот это плохие отношения, это неправильные отношения. И что это такое? Для нас мы видим систему этических координат. И у нас сразу же такие, вот здесь все понятно. Вот эти хорошие, эти плохие. Вот так вот хорошо себя вести, вот так плохо себя вести. И нам это важно. У нас есть почва перед ногами, потому что в реальной жизни очень часто мы не понимаем, что хорошо, что правильно. И у нас эту почву из-под ног все время выбивают. Все время нам навязывают какие-то новые координаты. И это нас все время сбивает с толку. Очень мало кто может противостоять этому. Дальше, следующий. Герои. Герои, которые кажутся живыми, настоящими людьми. На самом деле герои построены вообще четко по структуре. Абсолютно. Вот моя схема, станция. Сокровище, тайна, недостаток, цель. Вот у нас сага Нурен есть. У нее есть сокровище. Она там мегадетектив. Ее способность мышления, она помогает анализировать информацию, замечать детали и так далее. И она такая цепкая, как бульдог. Не отстает. Дальше у нее есть тайна. У нее была, я не помню уже детали, у нее была какая-то сестра, она погибла, была мама с синдромом Мюнхгаузена и так далее. У нее есть недостаток. У нее самой есть синдром Аспергера. То есть это тоже очевидно. Она ведет себя как инопланетянка немножко. Есть понятная цель. Ее цель поймать преступника. Хорошо делать свою полицейскую работу. То есть персонаж абсолютно искусственный. Он собран по схеме. И собран он по схеме работающей. Как Фандорин. Вот вам домашние задания. Подумайте где. Какое сокровище у Фандорина. Какая тайна. Какой недостаток. Какая цель. Там все тоже. Вот. Просто по линеечке герой собран. Работающий. Именно поэтому работающий персонаж. Вот. И при этом вот из-за того, что он правильно собран по правильной схеме, кажется, что он более живой и человечный, нежели если вы просто возьмете живого человека и ее опишите. Потому что любой самый сложный, самый многомерный персонаж в прозе персонажей сложнее, чем в драматургии. В драматургии все-таки более простые персонажи. Что и говорить. Вот. Любой. Самый сложный, литературный, самый сложный драматургический, сериальный, киношный персонаж, он будет проще, чем любой самый простой, примитивный, одномерный человек. То есть. Всегда мы идем по пути упрощения. И на передний план выходят какие-то отдельные черты характера. То есть человек никогда... То есть если вы просто обычного человека опишите с обычными реакциями, возьмете, да, и любой, кто посмотрит, скажет, он ведет себя абсолютно нелогично. Я не понимаю этого персонажа. Поэтому для того, чтобы персонаж выглядел достоверно, его нужно упрощать. И делать какие-то черты, делать гипертрофированными. Дальше. Сюжет построен четко по структуре. Все время интересно. Есть тизер, есть первый акт, поворот после первого акта, второй акт, третий, четвертый акт. Четко по актам все структурировано. Опять же. Если вы это понимаете, вот наши ребята после наших курсов, да, они говорят, что мы, увидев это один раз, мы это развидеть уже не можем. Да, мы видим. Вот сейчас будет вот это. Сейчас будет вот это. Вот у меня жена ненавидит со мной смотреть сериалы. Потому что я говорю, так, сейчас будет звонок в дверь, звонок в дверь. Там вот этот, там вот этот. У него пистолет, у него пистолет. То есть, я, как бы, каждое следующее действие я могу предсказать. Вот. У нас была классическая, классическая история, когда, значит, компания Sony запускала здесь давно, еще в начале двухтысячных запускали, значит, проект свой. И собрали всех детективных сценаристов основных, кто, кто действует в индустрии. Вот. И мы сидели, смотрели, значит, какой-то, это она написала убийство, да, там какой-то референс был, что, типа, вот такое нам надо. Вот. И мы, значит, сидим, смотрим, человек 30 основных детективных сценаристов индустрии. Вот. И там, значит, в начале второго акта на заднем фоне идет какое-то действие, на заднем фоне проходит чувак с коробкой в руках. И все 30 человек в один голос, значит, одновременно поднимают, показывают на экран и в один голос говорят, это убийца. Вот. Не сговариваясь, естественно. Вот. Почему? Потому что, ну, мы знаем, где, в каком месте на экране должен появиться убийца. Вот. И там это все очень-очень четко сделано. И, наконец, самое главное, есть раскачка по эмоциям. То есть, там сначала в плюс, потом в минус, сначала в плюс, потом в минус, да, то есть, по актам очень четко это сделано. Вот. И мы попадаем в эмоциональный резонанс. Вне зависимости от того, в каком настроении мы были, когда мы включили сериал, качнувшись четыре раза туда-обратно по эмоциям, мы выходим из серии в том настроении, в том состоянии, в каком нужно создателям сериала. Примерно в одинаковом. Вот. Понятно ли это, друзья мои? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. И будем двигаться дальше. Так. А я тем временем пойму, насколько у нас идет задержка. Да, задержка идет где-то секунд на 20. Согласна. В реальной жизни человек с синдромом Маспергера не вызовет такой симпатии. Хорошо. Идем дальше. Друзья, делали ли вы когда-нибудь, знаком ли вам такой инструмент, как колесо баланса? И делали ли вы когда-нибудь его себе? Пока вы пишете ответы, значит, смотри, я расскажу вам, что это такое, тем, кто не знает. Колесо баланса придумали в Штатах примерно в 70-е годы прошлого века, 20-го. Тогда, когда коучинг только появлялся. Придумал эту схему человек по имени Пол Джордж Мэйер. Одна из таких, ну, мировых легенд в области постановки цели, лидерства, мотивации, тайм-менеджмента и так далее, и так далее. Вообще, по одной из версий, именно он основатель индустрии личностного развития. На самом деле это совсем не так. Есть большой, уже в 19 веке эта индустрия зарождалась. Да, и был и Наполеон Хилл, и всякие эти самые... Не буду вспоминать, даже напрягаться не буду, неважно, короче. В 19 веке, короче, уже эта индустрия зарождалась. А к 20 веку, к 70-м годам все основные инструменты, которые действуют сейчас, они уже... Уже как бы действуют, уже хорошо развиты. В колесе баланса Мэйера было 6 сфер. Первое, это 6 сегментов. То есть, это рисуется такое колесо, режется на сегменты. И дальше мы в каждый сегмент вписываем. Первое, семья и дом. Второе, финансы и карьера. Третье, саморазвитие и образование. Четвертое, тело и здоровье. Шестое, духовное развитие и этика. Вот, значит, пишешь туда, да, и смотришь. Семья и дом у меня сколько? Ну, вот столько-то, например, да, там по какой-нибудь шкале. Можно по десятибалльной, обычно по десятибалльной пишут. Вот, столько-то. Здесь столько-то. Финансы столько-то. Саморазвитие столько-то. Насколько человек... Ну, это, естественно, субъективная оценка, да, как мы оцениваем эту шкалу. Этот сегмент. И потом мы смотрим, да, и сразу же визуально становится ярко видно, да, что где-то у вас провал. Да, например, провал тела и здоровья. Да, надо там бросить курить, поправить здоровье. Да, и этот инструмент, он позволяет увидеть, где у вас такие провалы. Сейчас, как правило, берут девять сфер. Это здоровье, семья, работа, деньги, отдых, друзья, творчество, хобби, путешествие, саморазвитие. Вот вопрос. Вот сейчас принцип, я надеюсь, понятен, да. Как бы вы оценили свое колесо баланса? Вот насколько у вас эти сферы находятся в гармонии между собой? Здоровье, семья, работа, деньги, отдых, друзья, творчество, путешествие, саморазвитие. Или есть какие-то сферы проваленные. Или есть какие-то сферы, которые, допустим, вот здесь вот прям 10 баллов, а вот тут 2. Неравномерно. Да, Шерифа, Шерифа без спойлеров давайте. Так, далеко от идеала. Вот это на самом деле колесо баланса и вообще сам принцип, вот этот принцип баланса, это одна из таких опасных ловушек. И вот, кстати, вообще очень многие вещи в индустрии личностного роста надо очень осторожно относиться к тому, что делают. Есть вещи, которые в определенных обстоятельствах, в определенной ситуации, они как бы хороши и правильны, а в другой ситуации один и тот же принцип, одно и то же действие, оно может работать очень сильно, очень большой вред нанести. Как, например, тайм-менеджмент. Тут есть, мы завтра с вами, как раз я завтра буду говорить о тайм-менеджменте, когда мы используем тайм, традиционный тайм-менеджмент, который разработан для менеджеров индустриальной эпохи, когда творческий человек начинает использовать такой тайм-менеджмент, рациональный, его это очень быстро вгоняет в депрессию и выгорание. Соответственно, для нас, для иррациональных творческих людей, тайм-менеджмент должен быть немножко другой. Мы следим не за временем, а мы следим за своим состоянием. Потому что есть вещи, которые поважнее времени. Это энергия. То есть, например, у вас есть время. Вот сейчас есть время, 6 часов свободных, можно делать все, что угодно, а я не могу ни рукой, ни ногой двинуть. И что вы с этим временем сделаете? Ничего не сделаете. То есть, ну, время это еще не все. Всегда говорят, самое главное это время. Время важнее денег. Время важнее денег, действительно. Но энергия важнее времени. Потому что, если у вас нет энергии, время вам не поможет. Так вот, что не так с колесом баланса? И вообще с самим принципом вот этого баланса. Колесо баланса – это штука, которую продают рабам. То есть, существует определенное, опять же, наследие индустриальной эпохи, существует определенная система отношений, выстроенная обществом. Прежде всего капиталистическим, да. Но на самом деле, тут капиталистически и социалистически, они мало чего отличаются. Это только, на самом деле, скажем так, упаковка, под которой потребителям продают одни и те же отношения. Более или менее одни и те же. Одним продают социальную справедливость, да, а другим продают равные возможности. А на самом деле, под этой оберткой одно и то же. Да, эксплуатация, как бы, эксплуатация масс, что называется. Вот. Более того, я тут недавно наткнулся на это самое. Вот, кстати, есть хорошая книга по этому поводу. Я ее рекомендовал на годе радости. Она называется «Фабрика счастливых граждан». Я автора сейчас не помню. Если интересно, погуглите. Там показано как раз, как вся эта индустрия личностного роста, да, она, как она зарождалась, как она пропагандировалась, да, индустрия позитивного мышления. Вот. И каким образом индустриальное и постиндустриальное общество, да, использует это для того, чтобы максимизировать свои прибыли. Максимизировать и снижение доходов остальной части населения. Очень так познавательно. Так вот, когда человека нужно заставить делать то, что он не хочет, да, обществу нужно, чтобы человек, там, бросил свой дом, поехал в другой город, жил там в трейлере, да, как в этой самой, на Мадленд, работал за копейки или жил в каком-нибудь там жилье, непригодном для жилья, работал за копейки и при этом еще был счастлив, да, что я живу в лучшей стране мира, в лучшем обществе мира. Вот. Я подчеркиваю, да, что это не, вот то, что я говорю, это не направлено против какой-то конкретной страны. Это во всех странах так, абсолютно. Вот. И во всех, во всех строях, во всех строях. Вот. И когда человека нужно заставить делать то, что он делать не хочет, и получать за это набор благ, который он считает недостаточным, да, его надо убедить в том, что зато у него колесо баланса в порядке. И вот колесо баланса – это штука, которую вот как раз таким современным рабам и продают. Да, как бы у тебя там нет той семьи, которую ты хочешь, да, у тебя нет работы, нет денег, которые ты хочешь, но зато у тебя есть отдых, у тебя есть друзья, да, ты можешь прийти и копеечное пиво в баре выпить, да, у тебя есть хобби, да, ты сидишь судоку разгадываешь, у тебя есть там путешествия раз в год, куда-нибудь по путевке льготной, да, и ты можешь заниматься саморазвитием, да, для саморазвития читай вот блоги в интернете бесплатные, читай подкасты, слушай. То есть, что-то важное не в порядке, но за счет других средних вытягивается приемлемо выглядящий баланс. И человек смотрит, да, что-то чаще всего там работа, работа, творческая самореализация провалена, вот. И вот это спрятано за другими пунктами, да, и человеку кажется, что, ну, вот с остальным все в порядке, ну, и здесь, наверное, тоже вроде как хочется два поставить, но поставлю шесть. Вот, то есть, это вот прям такое в чистом виде наперстничество. Идеальное колесо баланса, на самом деле, у кого? У трупа. Вот, и если мы это понимаем, мы начинаем вести себя совершенно по-другому. Вот, во-первых, давайте так, понятно ли это мысль? Понятно ли мысль, или, может быть, вы не согласны, поспорить захотите, или вопрос какой-то задайте. Если понятно, напишите, что понятно. Есть. Это, как бы, это первое. Мы, я только начинаю, да, мы, как бы, дальше... Дальше будет больше. На разных этапах жизни, на самом деле, да, то есть, если мы смотрим сознательно, мы понимаем это, да, на разных этапах, то есть, у нас не должно быть самоцелью создать вот это идеальное колесо. То есть, этот инструмент хорош для того, чтобы выявить, что у вас что-то где-то не так, да, и решить сознательно для себя, как бы, я окей с этим или нет. То есть, нет задачи непременно сразу же, там, вытаскивать все. Вот. Так же, как с хронометрированием. Там есть... у меня есть друзья, которые годами делали сквозное хронометрирование. Для творческого человека это вообще убийство. Вот. Но очень полезно один раз сделать сквозное хронометрирование дня своего, для того, чтобы посмотреть. В свое время мне это очень хорошо прочистило мозги. Когда я, значит, работал в газете, мечтал стать сценаристом, и я сел, значит, посмотрел, провел хронометрирование дня, и понял, что я в течение дня ничего не делаю для того, чтобы стать сценаристом. И с этого дня я два часа в день выделил на эту задачу. Потом, через пару месяцев поступил в Афгик, и дальше уже там другая история совсем началась. Так вот. На определенных этапах жизни, да, на этапах, когда у вас происходит что-то судьбоносное, какое-то сильное изменение, можно пренебрегать одним, и за счет этого сильно прокачивать другое. Как, например, когда я учился в Афгике, да, два года я учился в Афгике, значит, я ставил на паузу вообще все остальное. То есть, мне было в это время плевать на здоровье, потому что я там спал по, не знаю, по пять часов в день спал. Да, семья, слава богу, меня поддерживала, да, и, ну, я не мог просто вообще никак в семью вкладываться. Я с семьей не занимался вообще никак. Работа в это время у меня была, да, но она была поставлена на паузу. То есть, я ее, что называется, вот по Зеланду сдавал себя в аренду. То есть, я не делал карьеру, спокойно совершенно смотрел на то, как меня на поворотах обходят другие люди, да, то есть, там были возможности для карьерного роста, я ими пренебрегал сознательно. А вот, почему? Потому что все шло в учебу. Да, отдыха у меня не было. Деньги все, тоже я не старался зарабатывать деньги в это время. Друзья, друзья вообще какие-то друзья, да, все было в учебу полностью. Творчество, хобби, тоже все учеба. Да, путешествий, не было ни одного путешествия за это время, да, но саморазвитие, да, учеба, она была, там, 10 из 10. И важно уметь вот эти приоритеты выбирать правильно для себя и в нужный момент вкладываться в то или иное действие. Потому что ошибки в приоритетах, они обходятся очень дорого. Например, у меня был друг Динка Кузьмин. В царстве небесное светлое место. И вот он... Мы с ним играли в теннис в общаге. И, значит, я все время выигрывал у него. И его это очень сильно задело. И он в какой-то момент, он прям принял решение, что говорит, все, я слушай, я, короче, буду тренироваться, я у тебя выиграю. И он играл 21 партию. То есть он играл ночами. Сидел в этой самой, в комнате, в этой, где у нас стоял стол в общаге. И 21 партию, да, каждая до 21 очка. И потом, значит, выигрывал, значит, следующий игрок, следующий игрок. То есть он партия за партией играл. Вот. И в конце концов, там, сначала мы начали наравне с ним играть. Я иногда заходил, значит, играл, значит, потом я проигрывать стал. Вот. И потом я вообще перестал играть. Ну, как бы, ну, против него играть стало бесполезно. Вот. Он стал выигрывать у всех. И я помню тоже тот момент, когда я вышел. Он сухую у меня 6-0 выиграл. Я говорю, поздравляю, молодец, очень круто. Пошел в комнату к себе и сел учиться, готовиться к экзамену. Вот. Я сдал экзамен, сдал сессию. А он не сдал. Его выгнали из института. Вот. И он каким-то чудом там совершенно удержался. В итоге там женился. Не буду в личные детали, да. Значит, ну, в общем, пошел немножко не туда. И вот это не туда привело его к тому, что через два года его повесили за долг в стакана ноши. Вот. А поворотная точка была вот эта. Когда он выбрал приоритет. Выиграть в теннис. Помните, как в анекдоте, да. Отдай Сене мяч. Да. Ты гол забил, а Сеня утонул. Вот здесь то же самое. Да. Как бы он игру выиграл, а жизнь проиграл. Вот. Я игру проиграл, а жизнь выиграл. Вот. Поэтому нужно очень, очень внимательно смотреть, да. И когда мир стабилен, и ваше положение в мире стабильно, да. То есть у вас, вот, прям вы понимаете все, что вы делаете, да. То есть вот, например, когда, опять же, когда я там закончил свою работу журналистскую, и я стал сценаристом, мир для меня стабилизировался. То есть я работал, у меня было стабильно там несколько компаний, в которых я работал сценаристом, и мир был абсолютно стабилен. Я утром просыпался, садился, писал сценарий, смотрел кино и так далее, и так далее, да. То есть у меня был предсказуемый поток денег довольно хороший, вот. И, соответственно, да, я мог, я начал путешествовать, да, там, 4, 5, 6, 7 стран в год. Вот, начал заниматься семьей, мы родили ребенка, наконец-то, да, и так далее, и так далее, да. То есть появилась возможность заниматься балансом. Когда мир стал стабилен, и мое положение в мире стало стабильно. Потом, когда постепенно, да, я понимал, что была стратегическая цель создания мастерской, вот, когда я в эту цель полностью погрузился, да, опять все остальное было поставлено на паузу. Я какое-то время, я занимался только мастерской, никаких, ничего, ни здоровья, ничего не было. Все остальное было на паузу. Потом мастерская стабилизировалась, снова я начал заниматься семьей, снова начал путешествовать, снова начал спортом заниматься, и так далее, и так далее. То есть, если мир стабилен, да, мы можем начинать подтягивать эти, это колесо баланса, подтягивать остальные элементы. Если мир нестабилен, и вы в своем мире нестабильны, да, то есть вы идете атакой на какую-то задачу. В этом случае выбираете то направление, которое для вас приоритетно. Не пытайтесь удержать все, тогда, когда у вас идет там личная битва какая-то. И если вы хотите сверхрезультаты получить, в чем бы то ни было, да, баланс не может быть вашей целью, он не может быть вашей ценностью. Вот, и вообще, в целом, я считаю, что правильный баланс не тогда, когда у вас все на десятку, а тогда, когда недостаток в одном месте уравновешивается избытком в другом. Да, и время от времени нужно делать, да, мир меняется, мир, мы сейчас находимся в ситуации, да, очень большой турбулентности. Я понятия не имею, что будет через год. Каким будет мир? На каком языке будет мир разговаривать? Вот, какие страны будут существовать к концу этого года? А какие перестанут существовать? Какие профессии перестанут существовать к концу этого года? Вообще неизвестно, да, есть нестабильность. Вот, и в период нестабильности время от времени нужно делать выброс в направлении, которое для вас приоритетно. Ну, например, и это может быть там личная тоже какая-то ситуация. Например, если вы больны, да, здоровье становится главным приоритетом. Вы занимаетесь только здоровьем. Вы не зарабатываете деньги, не занимаетесь карьерой. Вы занимаетесь только здоровьем. Если вы готовитесь к каким-то важным экзаменам, да, вы не занимаетесь, вы не едете путешествовать. Вы садитесь и занимаетесь только этим, да. Если вы ухаживаете за девушкой, например. Когда я за Кошкинцем, агентом Кошкинцем ухаживал, да, это там несколько месяцев длилось. То есть, это была такая сложная, плотная осада, вот, нелегко она мне досталась. Для меня это было единственным приоритетом. Вот все остальные задачи мне, карьера там, еще что-то, творчество, все было абсолютно. Я видел, что вот этот человек, с которым я должен быть. Вот, и все было только этому посвящено. Да, и вот у меня там была с ребенком в начале этого года, вот параллельно, кстати, было два проекта. Я запускал проект, который тоже много лет готовился, к которому. Вот, и запускал проект подкаста с газетой «Комсомольская правда». То есть, вот все как бы, вот ровно то, что я там много лет планировал, много лет хотел. Вот, и параллельно у меня происходит там сложная ситуация с ребенком в школе. Класс у него, класс для аутистов решили закрыть. Вот, и я все отодвинул, закрыл этот проект. Да, понятно, что мой ребенок для меня приоритет. Вот, и я начал, там, несколько месяцев, там, была война с привлечением администрации президента, следственного комитета, мэра и так далее, и так далее. Да, это в паблик не выплескивалось, да, но это было, это забирало все мое время, все мои силы. С божьей помощью мы выиграли. Класс нас не закрыли. Вот, да, то есть, в какие-то моменты жизни приоритетом может стать карьера. То есть, когда вы входите, например, в карьеру, когда я начинал работать сценаристом, самым главным для меня была сценарная работа, в какие-то творчества. Вот, может ли быть счастливый человек без семьи? Может. Вполне себе, есть были люди, да, у которых в истории человечества, которые были вполне себе счастливы. Сейчас есть люди, у которых нет семьи, но которые при этом совершенно счастливы, да, за счет других каких-то этих самых. Более того, есть люди, у которых если бы была семья, они были бы несчастны. да есть люди у которых нет карьеры но они при этом совершенно счастливы стивен холкинг например какое у него было колесо баланса что у него было в графе здоровья вот баланс можно удерживать за счет других людей ну например я вообще не занимаюсь путешествиями да то есть я много путешествую на путешествиями не занимаюсь да то есть я не покупаю билеты не прокладываю маршрут и дата меня нет на это времени вот мне значит все жена этим всем всем занимается да все как бы организовывать и соответственно я там утром просыпаюсь и мне говорят сегодня мы едем в козерту да или сегодня мы едем в помпеи окей хорошо пожалуйста да у меня другие задачи я на них сосредоточен я вам уже про это говорил еще раз я это этот момент под подсвечу да помните я сформулировал так что пишущий человек да это больной беременный странник да то есть ему даже пост разрешается не 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 соблюдать но здесь есть еще одно последствие такое что когда в семье есть творческий человек он начинает вести себя как дуб на огороде вот у меня всем же есть одна знакомая у которой был у него такой очень красивый дом и вокруг этого дома стояли очень такие высокие красивые сосны вот и мне всегда нравилось мы лазили там с ее сыном лазили по крышам сараек и под этими деревьями всегда так очень красиво это было очень прям нравилось вот у нее была проблема что эти деревья они высасывали все соки из земли и у нее на огороде просто ничего не росло а вот и она в какой-то момент просто там наняла каких-то мужиков и они все эти деревья срубили я все время там ходил мимо и все время сокрушался что блин вот как же так вот стал так голо неприятно прям стал дом так как лысый дом торчит вот такие деревья красивые да но у нее зато теперь вот все на огороде растет вот есть такая особенность у творческого человека он все как будут все соки жизненные своего окружения он вытягивает как в свое время знаете был такой режиссер шведский бердман и естественно великий режиссер я все фильмы его смотрел все читал все что на русский язык переведено вот о нем все читал его мемуары читал вот и проблема в том что вот про него его коллеги говорили что вот у нас на много лет в шведском кино все ушло в бергмана то есть не только деньги все ушли да то есть у него там был свой самолет кучу там несколько миллионов долларов состояния собственный остров у него был там и так далее так далее то есть все у чувака было в шоколаде вот но самое главное что туда уходили все смыслы то есть вот он просто вот как бы ни у кого другого не было возможности даже рот открыть пока он был жив вот в этом есть это звучит как-то немножко мистически да но на самом деле в этом есть чисто психологическое объяснение как блок в свое время говорил что ему мешает писать лев толстой я вот это очень хорошо понимаю да то есть ты как бы находишься все время в тени толстого да то есть ты должен писать и ты как бы должен учитывать до подсознательно ты учитываешь что рядом есть толстой который там по этому поводу может иметь другое мнение вот я поэты люди чутки да я это понимаю что он это чувствовал вот лермонтов возьмите тексты лермонтова и прочитайте их вот ну начиная там самых ранних стихов когда рафаэль вдохновленный вот там уже есть хорошие там белеет парус одинокий да и кто-то камень положил его протянутую руку там уже есть хорошие стихи а на потом происходит одно событие убивают пушкина и лермонтов пишет стихотворение на смерть поэта погиб поэт него ли к чести палок леветанный молвой и в этот момент рождается совершенно другой поэт в этот момент рождается великий поэт лермонтов которого мы собственно и знаем он после этого прожил там три года а вот и за эти три года он написал столько что никакому другому поэту за это время не за всю жизнь не удалось написать этой драматургия этой роман значит герой нашего времени да и это лирика не просто высочайшего класса да а это лирика первого поэта страны первого поэта империи то есть пока был жив пушкин рядом с ним гоголь не мог писать на таком уровне когда он ушел к господи лермонтов не мог писать на таком уровне вот он смог начал начал писать на совсем на совершенно другом уровне еще один пример он близкий к этому значит кислевский был такой польский режиссер и тоже наверняка знаете великий режиссер и появился проект в начале девяностых годов значит индустрия в это время было там приме плюс минус там как у нас примерно там такой развал был вот и появился проект сделать 10 фильмов телевизионных по заповедям сценарий которых которого написал собственно сценарист кислевского писевич тоже выдающийся чувак он я не знаю жив ли он сейчас он там последние годы был сенатором занимался юридическими вопросами но такой человек эпохи возрождения и кислевский должен был курировать это как ну такой начальник да то есть он должен был подобрать молодежь и подобрать 10 молодых режиссеров которые снимут эти фильмы и и он снял их сам то есть могли получить появиться 10 новых польских молодых режиссеров они не появились то есть вот те ребята которые могли снять эти фильмы до их бы этот проект запустил в космос и они дальше могли бы снимать да то есть они научились бы на драматургии писевича они научились бы с руководством кислевского да они сняли бы наверное не 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 выдающихся достоинств фильм до какой-то кто-то может быть выше кто-то ниже да но 10 режиссеров получили бы шанс они этого шанса не получили кто-то из этих режиссеров все-таки как-то пробился да но по большей части нет но кислевский снял шедевр диколог это 10-часовой фильм который можно вот прям садится и смотреть от начала до конца и он великий абсолютно да это шедевр на все времена прав ли он в этом я думаю что как художник как творец он как бы не то что прав да а он у него он выбора другого не имел то есть но он обязан был снять этот фильм это его долг перед его талантом но это цена цена этого 10 убитых молодых режиссеров вот я специально вам как бы такие максимально жесткие примеры привожу до для того чтобы вы поняли как это работает то есть творческий человек он такой вампир он вокруг себя все выпивает вот и это нужно это понимать нужно да и он делает это ненарочно вплоть до того что в присутствии знаете есть у кого-то я видел футболка с все что вы расскажете в присутствии автора является его собственностью вот так он так оно и есть да то есть если вы общаетесь с каким-то автором да с пишущим человеком если вы ему рассказываете какую-то историю да он имеет полное право ее у вас украсть у нас были был ряд случаев ряд ситуаций таких поскольку я тоже все время с писателями общаюсь когда ну реально были так то есть ну человеку даже в голову не приходило что как бы вообще-то историю рассказал человек который сам пишет и он там сам ее планировал использовать и в итоге там ну приходилось обмениваться сюжетами как бы ну хорошо ты у меня это взял дай мне тогда ты что-то да то есть вот таким образом разруливали какие-то на спичках разыгрывали какие какие-то истории когда мы вдвоем слышим историю например и такие о и такие окей хорошо разыгрываем разыграли вот ладно тебе забирай тебе и понятно ли эта мысль да поочередно качаем одну сферу баланса потом другую алена пишет колесо баланса как колесо белки создает комплексы что ты почему-то не можешь по нему создать идеальный вариант есть такое это повышает уровень стресса да то есть но опять же если вы стабилизировали когда вы стабильно живете да то есть стабилизирована у вас ситуация жизненная и в мире стабилизирована его можно не так сложно его организовать себе так иногда видишь какая цель главная все равно тратишь время на неважные или менее важные цели перпоскости нации перфекционизма главную у вас жизни много алена все это же все очень просто у человека же много жизней в этой жизни не получится в следующий получится поэтому зачем зачем не просирать свою жизнь надо срывать день да то есть почему я на самом деле вот одна из причин почему я провожу вот эту самодисциплину именно в новогодние праздники да то есть вот люди все просрут я сегодня уже видел значит мем какой-то что там ты уже просрал пять дней нового года вот мы с вами вот эти сегодня седьмой день да мы с вами эти семь дней не просрали да мы их использовали максимально эффективно да пока жив александр молчанов вот вы как бы в шутку говорите а на самом деле это тоже вы в точку говорите я предпринимаю сознательные усилия для того чтобы не закрывать не закрывать дорогу своим ученикам мне для этого приходится предпринимать сознательные усилия это делаю целенаправленно я отказываюсь от каких-то направлений до для чего для того чтобы туда могли пойти мои ученики например вот у меня возникает какие-то сюжет это меня ограничивает как автора да но я для себя принял решение что мой приоритет это преподавание что я мастер на что я учу людей ремеслу а писательство это собственно да я не никаких от себя выдающихся творческих результатов писательских да я больше уже не жду а вот они у меня есть они как бы хорошие достаточные да и сейчас для меня писательство это лаборатория а главное это преподавание и вся моя сила в моих учениках то есть я не не крой есть такие мастера которые своих учеников соки пьют и я наоборот своими соками как пеликан своим телом учеников питаю всем отдаю сюжеты какие-то я их подталкиваю в каком-то направлении да то есть иногда вплоть до вот прям мистические вещи какие-то возникают когда я там обдумываю сюжет какой-то и вот прям этот сюжет про этого персонажа выбирает кто-то из моих учеников я как бы говорю прикольно да и я помогаю ему написать там конкретно этот сюжет написать как например филипп коршунов про иштар там я год обдумывал сюжет истории про иштар про богиню иштар и тут он приходит с этой темой я супер просто это знак вот и он написал пьесу вот как раз там 11 числа будет читка получается при наличии лукьяненко невозможно написать что-то вот прямо выдающийся в жанре жанре фантастики классный вопрос очень вот это прямо отличный вопрос ну или надо убить лукьяненко помните был такой рэпер оксимирон выдающийся чувак гор город на мой взгляд это просто шедевр и вершина русского рэпа вот и были такие рэп батлы сейчас уже мало кто это помнит но одно время это была такая популярная история вот там был такой парень джонни бой которым он просто пол вымыл вот и потом пришел другой рэпер которого звали слава кпсс а вот и он убил короля то есть он он прямо это так и сформулировал я убил короля я новый король вот но стал ли он новым королем я не знаю да ну короля он убил то есть после после этого оксимирон перестал быть рэпером номер один и вообще мне кажется что как-то он мимоходом вообще весь русский рэп убил до кучи если бы нам в школе так рассказывали на литературе как вы думаете я же преподавал литературу в школе как вы думаете как я там рассказывал там тоже было весело я преподавал в первой гимназии в вологде школе и когда я показывал им читал рубцова даже вблизи пустого храма потом пока показывал в окно это вот этот храм вот там была его квартира вот в том доме и вот в этом храме про этот храм написано это стихотворение они просто как такое для них литература это было что такое так окей хорошо так и желание так и желание пропадает писать ну если пропадает желание писать значит не надо вам писать так вступить вашу светлую секту низ не мог справиться со своим внутренним саботаж ником всю жизнь есть бывает такая бывает на самом деле да то есть мы на самом деле да понимаете вот мы как душу продаем на самом деле не за миллион долларов да а за 30 серебряников вот так же и и и и творческий пыл наш творческую силу растрачиваем не на большие проекты на мелочи какие-то то есть с мелочами справиться сложнее с великаном справиться проще потому что вы его видите а когда вас муравьи за ноги кусают вы этого не замечаете то есть вот с условным лукьяненко фантасу справиться проще вот поэтому книга во многом история для мистика да 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 адидас пришел сейчас будем пробовать и все будем его самое интересное что я его даже даже их их тут не вижу комментариев ну ладно пусть болтает так на танцах вижу то же самое наши подрощенные коллеги которые научились танцевать хорошо ходят а наш тренер хотя ему нужно свое развитие очень уступает свое место пришедшим на ведь новичкам но он говорит он тоже больше преподаватель прям прямая аналогия с его поведение с вашим александра ну да так и есть хорошо ладно домашнее задание для всех домашнее задание не делать ничего по тренингу то есть не писать в течение суток не обливаться водой не бегать вот то есть вообще ничего не делать и внимание и важно это работа то есть ноутбук под запретом блокнот под запретом мысли о работе под запретом кто откроет ноутбук тому штраф вот идеально если у вас есть возможность на сутки отключить телефон вариант light на сутки отключить звук у телефона у меня звук у телефона отключен всегда вот и не не заглядывать в телефон не отвечать на звонки по крайней мере немедленно да а перезванивать например если например там вам по работе надо уходит тревожность уходит готовность ответить любую секунду телефон перестает быть предметом раздражения и подумайте заранее что вы будете делать в этой связи то есть чем вы займетесь но сегодня рождество кто-то праздновать может быть будет кто-то гулять пойдет вот заранее продумайте что вы будете делать чтобы не было так что вы сидите и думайте о чем быть заняться советую ввести какое-то изменение деятельности то есть если сидите дома то выйдите куда-нибудь если работаете на улице то наоборот посидите дома и домашнее задание будет написать как прошел выходной понятно ли домашка если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы колесо надо с главных с главным при этом с грамотным психологом пройти один раз и все будет отлично но это не помешает один раз по крайней мере против это естественно не не помешает самое сложное задание да я и сказал что это будет самое сложное задание хорошо да это и есть самое сложное задание в течение суток ничего не делать и делать это ничего не делать сознательно по тренингу я имею ввиду не делать хорошо теперь для хардкора сделаю задать давайте сделаем задание для хардкора дам сразу же сделайте что-то что вы никогда раньше не делали но всегда хотели сделать пусть это будет например попробовать еду которую никогда не пробовали посмотреть какой-нибудь фильм или послушать музыку которую вы никогда не слушали то есть что-то что вы не делали да то есть это может быть не обязательно там прыгнуть с парашютом да то есть это может быть прям что-то совсем совсем простенькое действие а вот гулять у нас долго не получится минус 20 но у нас тоже по он уже там 2020 за за 20 хорошо но я сейчас пойду пойду с ребенком гулять так если находишься в стадии планирования значит не думать значит не думать о книге так писать работу можно так автобус да сейчас вот любые вопросы если есть давайте так все ли понятно по домашке если понятно напишите что все понятно если есть вопросы то задавайте вопросы если по мастерской есть какие-то вопросы тоже задавайте у нас там народ постоянно то там каждый день приходит вчера позавчера каждый день приходит оплаты я как-то фиксирую особо не отвлекаясь на это вот но если там думаю если думаю если планируете то как бы можете можете проходить оплачивать занимать место скачивать списки для чтения и литературы и списки фильмов для смотрения и вот как раз у вас будет там январь-февраль для того чтобы это все сделать посмотреть и почитать подготовиться к началу курса если вопросы есть то задавайте пишу прозы есть смысл дожидаться роман или нет смотрите мы на курсе сценарий полнометражного фильма мы будем писать сценарий конечно я считаю что все люди которые пишут прозу должны уметь писать сценарий потому что сегодня сценарии это фундамент именно сценарная драматургия кино драматургии она сегодня фундамент старителлинга вот и более того если вы сейчас посмотрите любой современный роман они сейчас пишутся не то что они пишутся с прицелом на экранизацию хотя они пишутся с прицелом на экранизацию но на самом деле они пишутся с учетом того что читать этот роман будет человек который воспитан кино мы люди воспитанные кинематографом поэтому у нас он даже боты воспитанные к кинематографом видите вот даже этот самый даже бой хулиган бутик приходит этот с именем с именем героя сериала вот поэтому хотел всегда не думать сценарий теперь придется думать сценария дочка увлекается стендапом хочет научиться генерить шутки можете что посоветовать но идти учиться есть огромное количество школ стендапа идти учиться в школу стендапа сейчас слава богу любой любую специальность можно освоить освоить до большое количество разных качественных курсов классный вопрос виталий виталина спрашивает не думать о желтой обезьяне задание вопрос для всех как не думать о желтой обезьяне и виталина к вам отдельно прям вот как не думать о желтой обезьяне это ну для этого существует определенная простая достаточно методология как не думать о желтой обезьяне так вот моя история получается похоже на сценарий хотя я не знаю как как их писать ну пишет приходите пишите сценарий потом по сценарию напишите роман и не улыбаться утром можно нет улыбайтесь улыбайтесь обязательно вот дали молодцы ребят правильно и вы все дали правильный ответ молодцы до думать о розовом слоне думать о белом слоне думать о другом думать о ботинке до думать о сине обезьяне есть просто сейчас пост по стендапу реально огромное количество историй причем кстати интересно что сейчас я я тоже как бы я сам как стендапер не высота не выпуск не выступаю вот но мне интересна эта культура и интересно я большой поклонник джо рогана вот и большой поклонник луиса сикея и интересно то что сегодняшний стендап это по сути какой-то такой новый вид театрального искусства то есть это уже не просто и да есть комики которые выходят и просто шутка за шуткой фигачат да а они выстраивают истории то есть это всегда выстроена структурно очень четко с раскачкой по эмоциям в плюс в всегда всегда выстроена как история а джо роган так там вот смотришь фактически как кино посмотрел то есть это такое кино без пленки вот поэтому стендап очень интересная тема на самом деле ну и слава богу сейчас огромное огромное количество задорнов был ли задорным стендапером вне всякого сомнения я мне повезло присутствует на его выступлениях и поразительно то как у него когда люди смеялись они уже просто смеяться не могли они уже просто выли от смеха то есть он настолько раскачивал эмоции но при этом он у него очень четко было вот в смех в пафос в смех в пафос вот он очень при при том что он был очень смешной и очень смешно как бы смешно смешные какие-то вещи выдавал да то есть там типа и при пересказе непонятно что в этом смешного да у меня друг вошел в душ в гостинице включил воду и из душа посыпались комары что в этом смешного блин ну нормальная бытовая ситуация посыпались комары из душа одну всегда так всегда так делаю вот но когда ты это слышишь да это подготовлена настолько что в этот момент и просто просто умираешь от смеха а вот за счет раскачки по эмоциям в плюс-минус плюс-минус а вот и он очень четко работал с пафосом до противоположность юмору что это пафос у меня жена первая первая жена она была к венщица и у них в кв не это называлось сопля то есть когда выходишь говоришь шутку потом вы еще шутку а потом выходит какая девочка но послушайте люди ведь мы же с вами люди да давайте оглянитесь друг на друга какие все хорошие добрые да то есть вот это называется сопля да то есть это выход на пафос вот и вот она что-то говорит и потом ха-ха-ха там шутка какая-то по поводу ее слов обесценивание какое-то да и ты из пафоса падаешь вниз вот это падение вниз в юмор да она гораздо сильнее нежели если было смешно а потом вам опять смешно вот да были нак на концерте задорного реально падали со смеху есть хорошо большое спасибо вам за внимание мне кажется что мы с вами отлично провели сегодня время и еще раз поздравляю те кто празднует рождество поздравляю с рождеством и увидимся завтра на очередном уроке нашей самодисциплины для писателей и сценаристов пока пока